всем привет дорогие друзья и случайные зрители также подписчики вы на канале джонни папета мы с вами продолжаем играть в игру сноураннер ту-ту-ту-тун хотел фафа сделать да именно вот так вот именно вот так мы продолжаем с вами играть сегодня нас какие планы сегодня у нас наверно планы поделать несколько заданий на black river и то есть вот на этой локации осталось совсем чуть-чуть и мы конечно скоро все закроем и будет чертовски чертовски круто и уедем в так 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 как она сметилийскую дамбу сметилийская дамба вот как то так кстати вы ребята я вот этот грузовичок хотел продать но я передумал его продавать по одной простой причине знаете почему потому что можем у нас есть на него высокая подвеска а высокая подвеска говорит о чем о том что можем преодолевать препятствия более глубокие то есть соответственно нам нужно еще найти какие-нибудь шины кроме шоссейных вот но конечно и здесь есть минус то что у нас нету коробки вернее не коробки а в трансмиссии где есть полный привод карта так ну мы еще пока не открыли ладно давайте отправимся на наш любимый грузовичок fleet star он у меня немножко перетерпел перетерпел у меня 87 бензинчиком скажем так поменяла внешний вид дан я вчера не то что вчера по моему прошлом летсплее или или не не во время летсплея купил себе платформу офигительная штука просто офигительно бомбительная штука также поставил трансмиссию теперь у нас здесь есть полный привод и это круто просто круто мы можем в любой препятствие из любого и ямки выезжать но еще бы конечно колесики поменять на более-менее проходим давайте сразу сделаем знаете что нет ни карта мира подождите пропустить время хочу давайте 6 утра начнем вот полный привод у нас теперь есть еще бы коробочку что была пониженная и повышенная плюс-минус было бы вообще офигительно но тем не менее вы видите как сразу идет про буксовка передних колес со включенным полный приводом смотрите вам видите буксует офигенно если мы ее отключим то только жопа ведет ну внешний вид вы конечно не обращайте внимание потому что я немножко решил покатать и устроить гоночки скажем так самим собой ну а мы едем починить этот деревянный мост деревянный мост который находится у нас соединяет вот этот вот островок которая все-таки хочу попасть не знаю на этом не грузовички но попробуем по нему проехать если конечно выдержит так полный привод у нас дефлок есть диверенциал но он работает только на пониженный а полный привод работает на обычном состоянии так давай ой подождите нет управление грузом не нажал вот так разгрузить надеюсь нас он выдержит этот мост деревянный так окей спасибо проедем посмотрим что там может быть там есть что-то стоящее вам это можем что-то забрать как ничего страшного вот раньше я вот таких вот грязюк боялся просто боялся теперь можно даже в ней остановиться там разжечь костер открыть палатку но в том смысле то что мы выйдем любом случае когда у нас теперь есть полный привод просто вон видите смотрите вообще офигенно оба просто круто так он нас выдерживает это хорошо отлично потихонечку катимся смотрим на происходящее вокруг что же у нас здесь есть может быть здесь у нас есть что-то полезное ну конечно этом груза не тут нам теоретически делать нечего потому что на нем долго здесь обижать все но я хочу посмотреть может здесь какой прицеп есть конечно еще раз повторюсь ребят для этого нужен скаут потому что чтобы быстро здесь проехать а если здесь есть какой-то топовый прицеп чем-нибудь интересным то мы его заберем ва есть топовый прицеп который называется вот это вот это что у нас такое он просто а это техничка ага ребята эта техничка мы можем ее продать так хорошо я вот думаю куда я отвезти отвезти или не везти называл на дороге для которой требуется сейчас посмотрим что называл на дороге нужно запасной части запасной части находится у нас на складе понял ясен понял принял получил да соответственно либо круг либо сделать здесь т.п. и поехать сюда но мы сделаем ребята не так вы знаете что сделаем мы сейчас сядем на наш скаут и уедем в долину с метели иску как-то так посмотрим поищем там все запчасти и наш скаут да давай сюда посмотрим там все запчасти но перед этим нам надо наверное все таки отправиться в гараж руку отсюда оттеть так 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 на стоянку отправим отлично шел на стоянку карту мира вот сюда сметелейская дамба поищем ребята улучшения которые там есть давай грузись так гараж вот она это наш дамбочка видите тут надо вышки разведать и мы сейчас сейчас скорее всего этим и займемся так въезд гараж в общем ребят я немного недопонял как туда попасть в гараж я не могу попасть придется видимо ехать пешком или заканчивать квест ну смысле не пешком ехать на машине через всю нашу локацию через туннель потому что так я что-то не могу туда тп шиться ну в общем если что-то неправильно то пишите в комментариях хорошо ладно теперь я хочу знаете что сделать я хочу поменять шины сделать их у меня что стоят 31 hs да то есть у меня стоят вездеходные но я и хорошо хорошо хочу поменять на 35 35 внедорожник которые потому что они мне больше нравится да купить 4 200 и еще хочу знаете наверное верхний багажник мощность масса как он становится не такой не такой мощный скорее всего ну и то есть он становится тяжелее но зато у нас будет бензинчик а ну ладно это мне кажется эта вещь нам не нужна шноркель у меня нет лебедку автономная лебедка после того как мы перевернемся тоже нам не надо хорошо пока не надо потом и все это поменяем давайте вот эти поставим это все равно все бесплатно изогнутый можем бампера поставить так крыша кабины противо туман очки 300 а сколько денег на 17000 нет потом когда что-нибудь перед продадим тогда я отправимся пороги пороги нет в общем все отсюда можно покинуть гараж в кей все и просто валим отсюда нафиг как говорится овали мы знаете куда и так 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 вот сюда в эту туннель ребят вот в эту туннель и там уже поищем все улучшения которые там есть прокатаем все что там можно для того чтобы найти запчасти для наших грузовичков которые вот есть джинси и флистов посмотрим для того чтобы поставить подвеску повыше на флистар надо и колесики все-таки вездеходные чтобы там вытаскивать прицепы даже вот в этой локации из пару прицепов которые застрявшие но я туда на шоссе на колесах и соответственно же не полезу правильно потому что будет не полный триндец так что ребят отправляемся туда но по дороге конечно же я заеду вот здесь у нас есть около болот транспорт сейчас я думаю по-быстрому туда доеду может быть не по-быстрому посмотрим на топливо 70 литров уже жрет как вонючий ветер топлива то есть это дизелек они бензиновый двигатель не кости кстати не читал описание по-настоящему я не знаю что там стоит какой двигатель а вот как я вы можете видеть у нас здесь полный привод и поставил я сюда коробку на здесь есть понижайка плюс понижайка минус вот с помощью этой понижайки то есть пониженный пониженная и повышенной коробки передач мы сможем выехать ребят из всяких затруднений но к сожалению топлива соответственно кушается очень много и мы попробуем вытянуть где наше болото вот наше болото вот этого затонувший скаут как пойдет как пойдет посмотрим можно конечно забить на него но давайте я вот попробую вот пару раз его тыркну дерну если пойдет то пойдет если не пойдет то не пойдет тогда уже на грузовичке более-менее скажем так приспособленным для этих целей можно вытащить на том же флит старе только говорю вездеходные поставить колесики и все и это будет бомбически круто так эти потихоньку как бы получается проехать акс прям вы посмотрите красавец да мы сейчас увязнем давайте полный привод включим об так 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 здесь надо хорошенечко объехать ага можем копошиться в грязьюки прям очень сильный сильный дождь еще пошел так 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 мне кажется нам не хватит ребят мощности а лебедка у нас одна но мы попробуем попробуем ради интереса давайте наверно понижачку пониженную врубим минус увидите потихонечку выезжает оп 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 ну не хорошо ли а вы посмотрите как бомбически круто я бомбом да так сейчас мы выйдем мы это выйдем в любом случае главное сейчас встать как надо так достанем из грязи вот этот вот шевролетик оп поручение до принять 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 так застравший скаут активирована развернемся задом так как у нас понижайка соответственно мы назад не можем как мне нравится это типа крутасы которые тут происходят хорошо пара его теперь прицеплять вообще вообще давай 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 ты должен я думал я не вытащу им вы посмотрите как потихонечку то пошло да так сразу давайте понижайку даже вот так вот сделан надо по идее чтобы он попал в нашу колею и по ней потихоньку ехал давайте повышалечку много разроемся сейчас выйдем на более ровная поверхность чтобы сильно нам не про не проваливаться а то так давай вот сюда не мы изначально ехали отлично 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 вот типа вот так вот да нам надо попасть обратно вот в эту колею сейчас понижайку вырубаем и потихонечку давайте по ней же и проведем давай 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 дождь вообще ужасный ребят он просто все портит так а тут отпускаем лебедочку потихонечку сами пробуем выехать и нормально идем так не давайте понижайку включим то мы что-то сами тут застряли я хочу немножко отъехать и потом прицепить лебедка вот как я сейчас его сделал до сюда довез так 44 топлива осталось литров ну мы движемся потихонечку ребят потихоньку движемся как процесс будет более стабилен вообще по миллиметрику по миллиметрику давайте прямо колеса поставим так более профит не доверите не хватает не хватает нам высоты то есть клиренса не хватает поэтому поэтому мы в общем то грубо говоря все под собой подминаем всю эту грязь днищем но вот потихонечку пошло 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 и это уже просто здорово офигенно я думал что он не вытащит он просто красавец скаут вообще сила скаут сила творить просто офигенные чудеса даже можно понаблюдать из окошка как грязь остается на нашем транспорте вот и все вот и все ребят теперь нам отвезти надо этот пикапчик скорее всего мы его продадим потому что нам он не нужен правильно 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 смотрит не красота ли ну обалденно ну возможно кому-то это не понять такс давайте посмотрим куда надо его вести так 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 застрявший прицеп завал на дороге застрявший скаут окей следить куда нам его вести доставить а на ферму доставить окей не вопрос я думал продать можно будет видимо по на по на понижайке чтобы это проехать вот это все спокойно ну хотя давайте уже может по идее врубать по-человечески скажем ой что я повышенную кучу подождите двигатель заглох так так все ну не здорово ли а поехали тут до фермы совсем чуть-чуть так что все нормально сейчас доедем а после этого уже поедем с вами тогда в на дамбу на дамбу колесики колесики хорошо поставил так и погрызи стало более-менее ехаться а я думал там написано визе вездеход написано какой вездеход ребят наш скаут на все способен на много офигенная вещь конечно мы отдадим а шевролет забирайте деревень деревне забирайте вашей шевролетик ей 1100 дали спасибо такс остается нам тогда отсюда отсюда уезжать я просто думаю смотрю ну вот этот вот ребят наверное грузончик мы навряд ли сможем вытащить вот этот вот дай шевролет кодиак я просто думаю но попробовать может быть стоит давайте попробуем он все равно здесь отряда давайте так сделанная мы развернемся как раз там будет заправка заправимся по дороге и все если не получится то конечно же отправляемся на дамбу ребят я подумал и передумал не то что передумал мы наверное в следующей серии попробуем вытащить грузовичок хотя бы примерно дернет пойдет он или нет все таки сейчас мы поедем в на дамбу сметились куль как-то так и поедем и через мост который только что недавно построили сейчас мы выйдем с этого болотца грязи как я рад что он теперь хорошие действия дай стал проходимый просто вообще офигенный джип хоть и разведывательный так у меня еще интересно проеду ли я вот здесь вот тут кстати мой кризончик стоит темнеет уже пеньки надо бежать аккуратно грязю как грязюшная с техничкой стоит он пускай здесь стоит мы с вами поедем дальше прямо вать ему на клаксон такой смешной просто давайте даже специально в грязюку залезу у меня уже пятьдесят четыре литра так нам надо вот здесь проехать по вот этой вот водицы я не знаю если не получится то будем думать и вот эту локацию хочу проехать вот сюда в самый конец узнать что здесь все-таки здесь может быть что-нибудь будет к нему плюшка какое-нибудь улучшение а дальше со светом фар катаюсь мне кажется там без шноркеля делать нечего прям чувствую что глубоко-глубо-глубоко глубоко так даже наверное не будет ни за что нет ни за что не зацепиться да наверно нет давайте чуть-чуть сунемся воду посмотрим как она будет тонуть если сильно глубоко будет отлично отлично ребят мы проходим мы проходим это вообще просто офигенно прошли мы прошли тогда 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 вдруг наверняка мы тогда отправимся сразу вот в эту штуку в туннельку в туннельку уже тогда наверное встретиться с вами в дамбе вернее не в дамбе а на дамбе так сейчас надо тут разрулить да поехать направо тут начать такая буду ехать очень долго лучше я объеду с правой стороны так все ребят наконец-то мы добрались подъезжаем к нашей туннельке 29 литров у меня осталось но там есть заправка уже там был один разок отвозил какие-то запчасти не помню что-то там так отправляемся тут интро да должно показать по моему мне уже показывали вот почему мне тогда гараж не показал и но я не мог гараж в эти я так и не понял хотя я вроде бы ставил на стоянку так или сюда нужно прям приезжать пригонять тачку нам нужно топлива топлива самая ближайшая заправка это нас вот здесь вот здесь вот находится внизу мы еще заправимся и поедем тогда вот на это улучшение заберем там в общем будем разбираться по ходу дела давайте наверное чтобы было чики бомбони начнем 6 утра правда более удобно что-то у меня задница вмятая вообще где так успел нам потом вот сюда надо повернуть а вот здесь вот азвес надеюсь где-нибудь нам там еще встретиться так полный баг спасибо кстати игра оптимизирован для консолей по большему счету если что даже музон такой прикольный на заправке а вот мы уже поедем по грязи правильно даже пока полный привод включать не буду чтобы чуть-чуть топлива в принципе она так едет валит нехило несмотря на то что мы проваливаемся правда едем как черепахи давайте полный привод включим задние колеса бац провалились когда газу даешь после того как они провалились из-за того что блокировка по умолчанию здесь включена и соответственно хопа второе колесо подцепляется синхронно и начинает вращаться и тем самым мы вот так вот выпрыгиваем из ямы то есть выезжаем конечно специально застревать не буду потому что я хочу проехать по-быстрому вот этот участок для того чтобы даже перевидывать для того чтобы хотя бы немножко башенок выше пооткрывать все правильно ничего не видно о так вот это тут озерцо и блин пень ух ты тут взялся кто срубил пень кто срубил дерево оставил пень так а мы можем здесь проехать круто я думал сейчас надо тут план строить по захвату этой территории так нормально нормально грязюка летит нам в кабину зеркала боковые это жесть вообще ничего не видно такс даже фарки включу все приплыли приплыли да смотрите что сделаем понижай понижайку нижнюю оп первый вид отключим и погнали хотя зачем у нас есть лебедка зачем так мучиться да лебедка офигенная штука правда говорю здесь она как-то не реализовано реализовано некрасиво во-первых она не видно что у тебя здесь есть действительно лебедка ее забыли как запчасть нарисовать что ли как модель приделать во-вторых она цепляется даже сзади машина в том плане то что даже на прицепе ты можешь позади прицепа использовать лебедку то есть как бы она выходит из прицепа даже в каком-то видео было по моему в прошлом что ли там когда на фристайле взял больше груз ой вернее длинномерный прицеп и там надо было развернуться что-то раз стрельнул лебедочка она хопа из прицепа сзади вылезла ну как-то что-то это ну не то пальто сами понимаете да так а вот тут как у нас грязи по все дела что нырнем ну мы же топчики мы же да не мы здесь выйдем какая бы сейчас грязь здесь не была вообще нам сейчас только опасно это вот глубокая вода озеро дно все это плохое которое даст нам закопаться и утонуть потому что у нас нету шноркеля шноркель позволяет нам плавать под водой и двигателю не захлебываться почему потому что когда сейчас немного технической теории теории технической когда в двигатель попадает воздуховод попадает вода соответственно все происходит происходит небольшое бум вода бум внутри двигателя и все а так шноркель одевается вот здесь вот сверху допустим неважно справа с левой стороны и вставляется воздуховод соответственно воздух в их и входит который соответственно оно не закрыто и поэтому машина может перед преодолевать глубокие препятствия как то так окей болтушки наши почти заканчивается нам надо завернуть направо да ну так подумаешь где вы живете в таком болотном месте даже жесть как тут вообще жить как не конечно возможно может здесь наводнение случилось но это жесть тут посмотрите сено все не знаю нету снова ребят вот такое впечатлении случилось наводнение все грузовики потонули нам дали задание мы должны всех спасти и восстановить город локации деревни в нормальный вид закал оооо тихо 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 подвеска видите как пружинит хоп хоп тихо 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 нам еще перевернуться не хватало тихо тихо обидно еще знаете что ребят здесь нельзя колеса спускать чтобы сцепление с дорога было лучше то есть площадь у колеса становится вообще туда еду до площадью колеса становится больше и сцепление с дорогой становится лучше во первых мы бы его так вот не скакали а то мы как получаемся на батуте колеса надуты накачены ну плюс конечно это еще подвеска играет большую роль либо она жесткая либо она мягкая здесь она мягкая так пружины здесь слишком тяжелый ухты доступна модернизация вариант старейшего двигателя может увеличена счет надежности при получении повреждений мощность падает а то что топлива повышается спасибо также предмета необходимо устанавливать меню модификации гаржи так она на что-то у нас от v-образный двигатель понял 44 литра кей рулет ска 1500 то есть он на тот движок на тот машинка на тот машинка дано ладно теперь у нас цель ребят вот эта вышка вот эта вышка и всякие вот такие вот штукенцы полезные а фак 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 тихо 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 можно сейчас давай перевернись пожалуйста станет тихо 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 все приплыли ребят хотя хотя надо было быть по-аккуратному автономная лебедка и к сожалению я на нее смотрел и хотел ее приобрести автономную лебедку чтобы она работала когда машина у нас переворачивается то есть когда двигатель заглох их сглупила надо же поаккуратнее так было вот реально чуть-чуть подтолкнуть но не получается да так что мы можем предпринять вообще ничего просто не хочет ни туда ни сюда а ближайший автотранспорт у меня chevrolet находится знаете где в той локации в той локации здесь ни одного грузовичка у меня нет просто вообще ни одного я никем даже туда заехать не смогу а если сейчас сделаю эвакуацию то я скорее всего к эвакуации сделала жна туда грубо говоря ребят знаете в чем прикол смотрите так как у нас есть новый двигатель кстати вот этот 5 5 литровый мы можем поставить 8 цилиндровый двигатель 5 и 2 объем это офигенно во-первых у нас возрастает мощность масса хорошо что я не продал то chevrolet вот мы его поставим коробку передач мы поставим снегоходную пониженная повышенная тем самым повысив надежность и у нас будет не понижай к высокая потом и высокая низкая дальше поставим подвес это же бомбически ребят смотрите дальше поставим вау шины ёшкин матрешкин конечно же мы поставим вездеходный ребят чтобы можно было везде проехать смешные 30 дюймовые ребята даже смех да так мы их купим да и лебедка вот она автономная и вот не знаю дифференциал у нас свободны к сожалению багажник с ремонтными запчастями это для того чтобы нам не возвращаться сюда так окей ну в принципе что приобретем наверное давайте чтобы было если что-то хопа раз подремонтировали но может и не надо сейчас посмотрим и шнорхель гибридный длинный купить так багажник запчастями давайте не багажник мы пока не будем покупать мы потом посмотрим ну все шевролета стал банки бомбический теперь скаут отдыхает ребят не не отдыхает нам еще где плохо тормозить поверхности нам еще надо знаете на что что на него ох надо на него дифференциал поставить потому что без него это все печально и плохо так что ребят мы сейчас наверное сможем уже вытащить тихо 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 наверное прицепу здесь вот всякие штуки прицепы должны не воспользовавшись больших грузами мне нравится этот скаут но у нас была цель какая правильно отправиться на дамбу пока ехал и подумал наверное я не буду поднимать этот скаут а сразу отправлюсь на вышечки на вышечки чтобы и время не терять а скаут я наверное все таки сделаю потом от эвакуацию гаражик потому что пока этот грузон мне тоже уже стал нравится стал более менее проходимый но конечно немного удручает что здесь нету дифференциала потому что полный привод немножко все равно не дает нам проехать прям так как хотелось бы я вообще правильно еду да вроде бы правильно воспользуйся лебедочкой не хватает вот ему чего-то не хватает цепкости более цепкость может конечно только с помощью дифференциала вообще было бы офигенно если сразу на 4 колеса дефлок не только на задние а сразу на 4 это вообще было бы пушка потому что так телепаться тоже но посмотрим дальше что нам будет какие машинки будут нам дальше предлагать предлагать будет игра и посмотрим что там на какие может быть установить диффлок чтобы прям был такой топчик 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 конечно вездеходы скорее всего это будут серии вездеходов так нам надо и прямо через болото да у ладно поехали здесь так уж и быть мы шноркель поставили который нам поможет преодолеть глубокие ямки и водопады и реки и озера так понижать q она нам поможет выхать ребятка тоже офигенная штучка кого-то цепляется непонятно каким образом и куда ей захочется пока точно не прицелишься так выехали двести семьдесят метров осталось до вышечки не знаю получится у нас сегодня все вышки сделать объехать и обойти но давай родной но топим так уверена конечно опять же он прыгает как попрыгушка если с горки ехать да я представляю как я буду возить грузы вот здесь вот так ребята здесь без понижать ки не обойтись и без лебедочки березка давай за тебя зацеплюсь оп выключаем включаем ну действительно что-то катаклизм произошел только грязи то навезли то так он вышка даже первое лицо включить так а танцы сцер не было никаких прицепов сцер вроде нету да хоть 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 их тихо 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 я не знаю куда я еду ребят но давайте сократим правильно еду обычно вроде бы еду правильно березки вот она вышка в общем по какой дороге едут а ну круто я поехал здесь давайте первое лицо включим не 3 ничего не видно то отлично круто наблюдательная вышка сейчас посмотрим где открылась улучшение ну вдруг мало ли так мост здесь какой-то найдено улучшение так где она найдена а вот она прямиком давайте наверно вот это улучшение ребят поедем заберем вот так прямо по курсу как есть так и поедем он даже а тихо а тихо 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 скважина обнаружено гнездо опасное происшествие в общем в общем очень много задач добавилось зато по мою машинку березка помогай осталось 24 литра я думаю нам хватит если здесь конечно не обрыв если здесь конечно не обрыв если здесь конечно не обрыв тихо 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 стак 150 метров вон видите как скачет когда такой общины пружины жесткий так и опять через какую-то чачу еду да непонятно фарки можно включить ох мятина да мне так вообще не вижу ребят где еду у нас закат уже о так по идее надо вон там объехать сейчас посмотрим может быть можно потихонечку здесь и спуститься потихонечку потихонечку так 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 можно если чё ребят на лебедке спускаться смотрите вот так вот оп и потихонечку 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 вообще пант на пониженный я вам говорил пониженный включил видите вообще просто идеально медленно скатываться если была в нейтралка или какая-нибудь другая то соответственно так тормози то соответственно мы бы поехали по другому мы бы поехали со всей скоростью которая только может быть так ладно убираем ручечок руль влево ооо че-то тачка здесь не доехала идем на улучшение так полный привет забыл включить сразу через лебедку ребят поедем потому что как бы сложненько тут ехать все равно как ни крути хватит джип и джипом но так понижать как друг можно повышайку включить конечно но она нас все равно не спасет о спасибо дерево он че камень упал я слышал звук с этой стороны так интересует меня конечно очень сильно что же здесь у нас будет за улучшение и не хочу хочу вот за это маленькая девца не отсылайте за какие-то бревна так ночь у нас темнеет а улучшение на что пожалуйста давайте на флистар что ли уже или на как джимси потому что у джимси у нас есть высокая подвеска это круто так по моему это трон транстар это на транстар ребят обидно ладно ребят я думаю мы на этом сегодня закончим у меня 9 литров осталось осталось 9 литров эвакуация конечно же будет самую начальную локацию я ничего не смогу сделать даже сейчас не доехать никуда не в гараж просто не хватит бензина топлива даже и вот здесь вот не смогу до сюда доехать ну я попробую уже у меня летсплеер в общем мы увидимся с вами уже в следующем видосике вы были на канале Джонни Паппит ребят не забудьте поставить лайк поделитесь этим видео напишите комментарии подпишитесь на канал если вы еще не подписаны и нажмите на колокольчик который почему-то у всех тупит ну да ладно всем пока пока а мы увидимся в следующем видосике